Если мы посмотрим на то, что происходит в последние два-три года в этом отношении, то мы увидим, что государство полностью свернуло руку либо политику в сфере признания геноцида, и наоборот, по сути, дает сигнал, что эта тема закрыта, по крайней мере, на данный момент. И это неправильно, потому что даже если считать, как некоторые представители власти сегодня считают, что тема геноцида политизирована и так далее, как минимум, если даже и так, то это был рычаг для давления на Турцию. Те люди, которые считают, что мир с Турцией, отношения с Турцией и вообще с врагами, такими как Турция и Азербайджан, могут быть установлены путем уступок, они сильно ошибаются, потому что мир — это не добрая воля сторон. Тем более, мы видим, что доброй воли не может быть только с одной стороны. Мир — это усилия, которые приводят к определенному балансу. В рамках которого мир становится возможным. Соответственно, здесь есть вот такая проблема. Это раз. Ну а вторая проблема — это уже тот контекст, в котором это применяется, потому что здесь более актуальная проблема есть — это проблема Нагорного Карабаха. И вот здесь, мне кажется, что Республике Армения есть над чем работать, и подход, который был выбран, о том, что мир будет достигнут только если Армения будет признана в рамках советских границ, этот подход также неадекватен, потому что, во-первых, не будет такой мир достигнут, а не всячески это дал понять, а во-вторых, уже нет советских границ, и, в-третьих, ни в коем случае нельзя сдавать Армения Азербайджан. Ни в коем случае. Это будет национальная катастрофа, последствия которой будут на нас сказываться еще в бесконечное время. Точно так же, как до сих пор потеря Карса 1920 года тяжелым грузом. Это, конечно, многие не понимают, но до сих пор это сказывается на том, в том числе и то, что мы сейчас имеем Арцарскую проблему, Сюник и Баде Алина Хичева в результате этого. Вот это непонимание этого стратегического контекста, то, что за Арцарском следующее идет Сюник, за Сюником, Бабадзора, за Шарарат и Ереван, вот это непонимание, оно будет приводить Армению к национальной катастрофе. Соответственно, вот этот контекст на сегодня главный. Арцарская проблема. Любое признание статуса Арцарха вне Армении – это капитуляция, и это национальная катастрофа, которая будет иметь последствия в веках, если вообще удастся в таких условиях армянское государство сохранить. Вопрос надо ставить максимально остро, потому что он именно так и ставит. К сожалению, в Армении этого понимания нет. Не выживет республика Армения без Арцарха. Люди, которые так говорят, они думают, что в Армении был выбор в 1991 году, поддерживать Арцарское движение или нет. Не было такого выбора. Войну начал Азербайджан, и он начал войну сразу против и Армении, и Арцарха. И то же самое происходит сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова